Кто-то такой с рождения, с кем-то это случилось с детства, кто-то столкнулся с этим несчастьем, уже будучи взрослым. Результат – инвалидность. Но все же они, мы, такие же. Такие же, как и все. Здравствуйте, вы смотрите новый реальти-проект «Такие же». Меня зовут Павел Никитин. В этой программе мы расскажем вам о жизни тех, кого раньше, возможно, не замечали. Или, скорее всего, не хотели замечать. Сегодня залезали на крышу. Мне тоже в детстве очень хотелось залезть на крышу. Я не могла. Я очень люблю танцевать. Кружусь, в основном руками двигаю. Ну, вот как-то так. Я замечаю в жизни, мы, конечно, намного более сильные духом, чем здоровые люди. Но это компенсация за недуги. Героями сегодняшней программы станут люди с ограниченными возможностями, а именно те, кто передвигается в малинных колясках. Пять лет назад я тоже стал коляшечком. Произошел несчастный случай. У каждого своя печальная история, но жизнь продолжается. И важно постараться прожить ее ярко. Однако этому часто мешает не столько физическое состояние, сколько комплексы. У одних получается с ними бороться, у других не очень. Давайте знакомиться с героями сегодняшней программы. Оксана и Настя – сестры-двойняшки. Настя родилась здоровой, Оксана – с ДЦП. Но, несмотря на это, сестры стараются развлекаться вместе. И так с самого детства. Когда я смотрела на Настю, мне очень хотелось с ней куда-то пойти. Там, допустим, они залезали на крышу. Мне тоже в детстве очень хотелось залезть на крышу. Я не могла. В принципе, не сидим дома. Мы куда-то выходим, что-то делаем. Я стараюсь сделать так, чтобы она все-таки общалась с другими людьми. И у нее были друзья. И она не только сидела дома. Три года назад у меня был один парень. Он был очень хороший. В плане то, что мы с ним познакомились на приеме к врачу. К одному врачу сидели. И просто я посмотрела на его лицо. У него было такое грустное лицо. Мне захотелось как-то его порадовать. Он мне рассказал свою историю жизни. Я ему свою. И оказалось, между нами было очень много общего. Потом он как бы уезжал. Он некоторое время пропадал. И вот через год мне звонил, через два. А я, как думаешь, удалял номер. Это можно, конечно, туда съемку не делать. Ну, просто я рассказывал. Вот. А потом, короче, ну, через год он мне опять позвонил. И опять как-то удалил номер. И так получилось, что из-за собственных комплексов, из-за своей болезни, я как бы его, ну, с ним все я потеряла. Она очень избирательная девушка. И действительно, может, в этом одна из трудностей того, что некоторым людям она не дает шансов просто хотя бы попробовать что-то с ней построить. Вот. В этом может быть сложности. Несмотря на ДЦП, Оксана такая же девушка, как и все здоровые. У нее те же мечты – встретить свою любовь и создать семью. И в этом нет ничего невозможного. Примером служит Аня. Это девушка в инвалидном кресле самого детства. Но сейчас она мама – счастливая мама трехлетнего мальчугана. Аня всегда вела активный образ жизни. Занималась танцами, ездила на разные фестивали. В институте девушка познакомилась со своим будущим мужем. У них родился сын. Когда я поняла, что у меня будет малыш, я решила, что не пойду до последнего момента. Знала просто, какая реакция будет у врачей, что они будут меня отговаривать, что будут говорить, что нельзя, что рискованно для меня, для ребенка. В общем, знала я, какая ситуация примерно будет. И пошла уже, когда месяца три уже где-то было. Ну, примерно так и оказалось. Просто им уже, они, естественно, возмущались. Почему так поздно? Вам же нельзя. Вы знаете, на что вы идете. Ну, в общем, все в этом духе как бы так и, в принципе, прозвучало. Но им уже деваться, в принципе, некуда было. Они уже ничего просто сделать не могли. Вот. Потом в итоге, ну, меня, естественно, поставили на учет, как полагается. По наблюдению, как положено. Потом я ходила на все плановые УЗИ. И когда уже заканчивали осмотр, она говорила, господи, я, говорит, прям боюсь, говорит, говорит, ну, у вас вообще вот абсолютно все хорошо, вот абсолютно не к чему придраться. Ну, все идеально. Врачи даже говорили, что я, дай бог, как говорится, до семи месяцев я, если выношу его, то мне будут уже делать плановое. Не кесарево, естественно. То есть плановое заранее положат, заранее как бы все это будет. Я всю беременность ни разу не лежала на сохранении. И доносила я не до семи, а до девяти месяцев, то есть до конца. И положили меня, у меня такая интересная ситуация получилась, положили меня не планово. Меня увезли на скорой в самый последний момент, как у всех, наверное, бывает. Они сделали кесарево, а через несколько дней вместо ребенка ей принесли документ. Пришла врач, которая, ну, за детишками следит, приходит и приносит мне листочек с бумажкой и говорит, пишите отказ от ребенка. В смысле вообще отказ? Да. Ну, то есть отказываетесь, письменный отказ от ребенка. Я говорю, в смысле, я что-то не поняла. Я говорю, зачем? Ну, а как вы собираетесь, с таким возмущенным, удивительным видом, а как вы собираетесь его воспитывать? Я говорю, что значит, как? Я столько времени его ждала, столько времени я, ну, как бы, себя готовила к этому. У нас достаточно благоприятная, как бы, семья. У меня мужа два высших образования. Я на тот момент в Институте культуры тоже училась. У нас есть, в конце концов, родители, родные, которые могут нам помочь, в принципе. Но хотя уже на тот момент мы жили отдельно, то есть на съемной квартире, то есть вполне как бы самостоятельно. И мы знали, как бы, на что мы идем, что нас ждет. И мы были к этому готовы. Мы ждали с нетерпением появления нашего малыша. В первые дни дома ухаживать за ребенком помогала бабушка. А потом молодые родители и сами приспособились. Лично для меня был самый сложный период, когда он начинал ходить. Потому что такой момент, когда он вроде бы и сидеть не хочет, и в то же время ходить еще не умеет. То есть нужно же за ним там бежать. Как бы, да, мужу было сложно, поскольку он не видит. И не может, как бы, за ним уследить. А мне тем более, как говорится. Я пока там докачусь до него, он уже там куда-нибудь убежит. Ну, я не знаю, многие даже сейчас вот спрашивают, удивляются тому, что, в принципе, он... Я везде одна с ним хожу, то есть я спокойна. Он от меня никуда не уходит. То есть, видимо, я ему уже... Даже когда он был совсем-совсем маленький, я старалась ему объяснить, что нельзя уходить от мамы, что мама не сможет тебя догнать. И вот, видимо, как-то у него все-таки это уложилось. И он даже, когда, например, мы там просто гуляем на площадке, то есть я не бегу за ним, я уже знаю, что он с полю зрения моего никуда не денется. Если он меня видит, что я как бы здесь есть, он спокойно бегает, что надо ему, он подойдет, спросит как бы, да. И я спокойна в этом плане. Анна считает, что самое главное – это уверенность в себе. Именно это и может сыграть главную роль в том, как сложится твоя жизнь. И неважно, с ограниченными ты возможностями или здоровый. Мне кажется, все-таки это зависит лично от самого человека. То есть вот как он себя, скажем так, преподнесет, преподаст в обществе. То есть если он будет, он замкнется в себе, как говорится, вот в четырех стенах, там будет сидеть, тупо смотреть телевизор, там, да, и ничем не интересоваться, ничем не увлекаться, в конце концов, то, в принципе, он, грубо говоря, так и проживет один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди с ограниченными возможностями действительно такие же. Такие же, как и все. Им тоже очень нужно общение. Один в поле не воин. С командой единомышленников гораздо легче и эффективнее решать какие-то проблемы. С этой целью совсем недавно в нашем городе была создана общественная организация социальной поддержки и защиты граждан. Мы назвали ее «Свобода». Здесь объединились все нерадушные люди. И у нас нет ограничений на людей с ограничениями и физически здоровых людей. Теперь это настоящая семья. Здесь все равны и открыты, готовы помогать друг другу. С каждым днем у нас становится все больше. Эту группу можно найти ВКонтакте. Здесь участники ведут переписку, делятся своими мыслями и поддерживают друг друга. Здесь же договариваются о встречах, ведь общение у них не только виртуальное. В это лето они выезжали на пикники. Иногда ребята встречаются в кафе или на каком-нибудь мастер-классе. И не важно, что делать. Главное – восполнить дефицит общения. На этот раз поводом встречи стал мастер-класс по росписи футболок. Ощущение того, что мы… Мы – команда. Мы сплотимся. У меня была опухоль левого взорительного бугра в головном мозге. И из-за этого мою правую сторону парализовала полностью. Я учился на дому, 7 лет на дому. Это такое мучение. Чувствовать себя, ну, сидеть постоянно дома и в одиночестве. Ой, как сегодня – это импульс такой доброты, нежности, такой дружбы. Адреналина, наверное. И после этой встречи охота как-то продолжать так. Собираешься как-то. Почему? Ну, по крайней мере, у меня так почему-то. Собираешься так. И дальше улыбаясь уже там какой-то вот промежуток времени ты живешь. И улыбаешься внутри себя, нару. И улыбаешься всем вокруг себя. И говоришь, все у меня нормально. Вале 28 лет. Из-за искривления позвоночника в 12 она перестала ходить. Девушка неделями сидит дома, так как выйти на улицу для нее и ее близких – огромная проблема. 14 лет, как на коляске, так все тут. Мы насчет пантусов обращались, сказали, у нас проход узкий. Добрались до дома. Все? Не свершу. Кошка встречает, как всегда. То, что для здоровых кажется обычным делом, для людей с ограниченными возможностями может оказаться настоящим событием. Меня очень порадовала наш магнит, который в нашем поселке есть. Там сделали пантус. И я недели две назад, наверное, с племянницей ходила за хлебом. Стараются сделать везде, в магазинах, везде эти пандусы. Но проблема вся в том, что эти пандусы, они не под силу тому человеку, у которого, например, слабые руки, если допустим. Или там, допустим, сильные руки. Ну, в любом случае, пандус, допустим, настолько крутой, что человек, ну, никак при всем желании не сможет на коляске самостоятельно подняться, допустим, и зайти туда, куда ему нужно. У меня были такие моменты, когда я, допустим, ну, элементарно вообще вот взять поликлинику, допустим, куда я хожу с ребенком. Там, например, вообще его нет. И там вот такая вот узкая дверь, куда даже вот эта вот коляска, на которой я как бы нахожусь, да, она туда не влезает. То есть я с ребенком в поликлинику сама зайти не могу. У меня в основном в поликлинику с ребенком ходит моя мама. То есть я себе позволить этого, к сожалению, не могу. Детская поликлиника вот в нашем юго-западном районе. В Чебоксарах в этом году впервые приняли муниципальную подпрограмму «Доступная среда». Она включает в себя адаптацию жилых домов, дворов, спортивных и культурных объектов. В этом году у нас адаптируются три учреждения. Это детская и юношеская школа «Спартак», детская и юношеская школа имени Соколова и ДК «Южный». В настоящее время ремонтные работы практически проведены уже в «Спартаке» и в ДК «Южный». Там, получается, адаптированы входные группы в здание, пути движения внутри здания, адаптированы тактильной плиткой, оборудованы санитарные комнаты специальными поручнями, расширены входные зоны для того, чтобы инвалидным колясочкам было удобно туда заезжать. Душевые комнаты в спортивных школах тоже переоборудованы специально для инвалидов. Подходы к зданию тоже для слепых оборудованы. Планируется также установка звуковых оповещателей для людей со слабым слухом. Программа «Доступная среда» у нас охватит все сферы жизнедеятельности инвалидов. Она планируется к исполнению до 2020 года. За этот период будут проведены ремонтные работы по адаптации учреждений самых различных, включая школы, спортивные школы, выставки, музеи. Большая часть социальных учреждений будет адаптирована для инвалидов, колясочников, для глухих, слепых. То есть для лиц с ограниченными возможностями в городе Чебоксары будут созданы все условия. Будем надеяться, что все так и будет, и среда действительно станет доступной. В здоровом состоянии на это не обращаешь внимания, но стоит столкнуться с бедой, и обычная лестница превращается в Эверест. Следующий герой нашей программы еще совсем недавно был бравым парнем, которому высота была нипочем. А сейчас без пандуса ему, надеюсь, площадку не подняться. Раньше Сергей занимался промышленным альпинизмом. На этой работе с ним и случилось несчастье. В день моего рождения, 8 февраля, я с утра просыпаюсь, и мне так неохота ехать на работу. Все-таки поехал, приехал, весь день работали, все нормально, и в итоге последняя виска оставалась. Там я висел на углу, буквально замазать щель, и все. Крыша прямо, есть некие бордюры из крепча, и они сверху обычно жестянкой, ну, как бы отливы из жестянки, ну, чтобы дождь не попадала, стекал. И у них края, обычно их загибают, они загнуты. А тут края были, короче, острые. Ну, еще называют альпинисты их ножи, короче, вот. Ну, я в этом месте подбил, как бы, ну, загнул эти края острые. Ну, видимо, не до конца, может, я спешил, мне хотелось быстрее на день рождения, как бы, свое отмечать, то, что быстрее сейчас закончится. Может, не все загнуло, ну, и обе веревки, основная и страховочная, срезались, короче, об эти ножи, получается, об эти края острые. Сергей упал с 24-го этажа на крышу 16-ти этажки. Компрессионный перелом 12-го позвонка грудного отдела стал причиной того, что теперь Сергей прикован к инвалидному креслу. Каждый день в течение нескольких лет молодой человек занимался в полной уверенности, что чувствительность вернется, и он снова сможет ходить. Все будет нормально, ты там занимаешься, короче, ну, работай над собой, короче, это, там, через несколько месяцев чувствительность начнет возвращаться, и все такое. У меня не было ни тени, ни сомнений вообще никаких, я сто процентов знал, что это просто, я как бы, как полежу в больнице, короче, что-то самое, через некоторое время все заживет, я встану, короче, и пойду домой. Наверное, я понял это, наверное, года два назад, что как-то малая вероятность, потому что, как бы, улучшений нет, чувствительность не возвращается. Сергей сейчас занимается спортом, но теперь больше просто для поддержания формы, ведь раньше, еще до трагедии, он ходил в тренажерный зал. Когда просыпаюсь, проезжаю мимо турника и занимаюсь. А для психологической разрядки Сергей использует боксерскую грушу. Я ему грушу, побью, и как-то уже полегче. Бывают там по работе всякие такие нервные моменты. Работает Сергей дома за компьютером, занимается дизайном. Ну, вообще занимаюсь дизайном интерьера и визуализацией. Ну, в последнее время, наверное, больше визуализации, так как самому заказчику найти не всегда удается. В принципе, так-то есть с кем работать, с дизайнером, как бы, и сотрудничаю с ними. Они мне дают свои эскизы, там, задания, технические задания, и я по их заданиям рисую для них. Был момент, когда, ну, вот я упал, и нечем было заниматься, просто лежал, полевал потолок целый день. И день тянулся бесконечно. Невозможно было, как бы, и мысли постоянно были плохие в голове, постоянно депрессия была. А когда ты работаешь, ты постоянно, как бы, у тебя в голове новый проект, думаешь, как его сделать лучше. Постоянно, как бы, нет времени думать о чем-то плохом. Постоянно мысли заняты чем-то, связанные с работой. Есть у Сергея и любимое увлечение – фотография. С удовольствием проводит фотосессии своим друзьям и знакомым. Придумывает и фотообразы для себя. Да, я специально отрастил, короче, специально еще трубку заказал, ждал пока. Трубка, короче, придет, чтобы чисто так сфоткаться. Я хотел такой образ царского, короче, офицера, короче, такого с бородой, ну, с этим, с усиками еще, чтобы сабры. Вот, я думаю, где надо достать, короче, сабры, где достать шинели, короче. Ну, вот это типа пахи же у них есть же, есть типа орел такой, короче, двуглавый. Мне вообще так хотелось вот такой. Я потому что на улице вот сфоткал меня, типа, там мне написали Николай II, короче. Сергей, хоть и в шутку, но придумал себе этот исторический образ. А вот Настю и ее знакомые на полном серьезе называют свахой. Девушка соглашается с этим и даже гордится. Насте удивительным образом удается так знакомить людей, что они вскоре женятся. За шесть лет шесть пар, трое детей. Последняя свадьба состоялась этим летом. Родственница говорит, вот, говорит, познакомь-ка вот этого Колю с девушкой. Я такая, ладно, познакомлю, рукой махнула, сама думаю, надоели уже, все, завязывать надо. Утром встаю как-то, мне подружка звонит. Настя говорит, мы, говорит, тебе же и не придем. Я на нее смотрю, смотрю, что-то так жалко стало, одиночество в глазах прочла. Я говорю, Жень, слушай, я тебе номер Коли дам. Спустя год они поженились. Сама Настя свою любовь пока не встретила, но верит, что это обязательно произойдет. Несмотря на то, что Настя в инвалидном кресле с детства, она всегда была жизнерадостной. По ее словам, большое влияние на это оказало то, что у нее была сестренка. Для родителей психологической помощью являются последующие дети. И нам легче адаптироваться. Почему я чувствую себя более свободной? Потому что меня воспитали, ну, и сестренкой мы играли. Мы поставили нам диагноз, и я родила вторую девочку. И я пришла, когда родила ее, врачей, замучила, конечно, в роддоме. Проверьте от и до, чтобы сразу мне начать лечить, если вдруг что-то не так. Ну, мне тогда сказали, что девочка вторая у тебя хорошая, нормальная. Вот с Настей, конечно, чуть-чуть, не чуть-чуть, а очень опоздали врачи. Сейчас в наше время лечат, таких детей на ноги ставят. А тогда нас не лечили. Надо быть сильным родителем. Самое главное, да, от родителей все зависит. Помимо того, что наука идет вперед, разрабатываются новые методы лечения. Заработала программа «Доступная среда». Важно, чтобы само общество стало добрее и толерантнее по отношению к людям с ограниченными возможностями. Были моменты, когда, например, гуляешь, гуляют, ну, навстречу тебе и тут мамочки с детьми. И дети такие, ой, тетя там на машинке, а почему она? И мама так их брали за ручку и перетаскивали на другую сторону себя. И ощущение складывалось, как будто ты чумой болеешь. Придешь, например, в театр, да, она типа там дико так смотрит, думает, наверное, что она вообще здесь делает. Одна даже, кстати, женщина так и прокомментировала, что сейчас точно не помню, как она, но с таким смыслом, что типа ей вообще дом сидеть надо. Что она здесь делает? И тут как бы приличные культурные люди ходят, да, она тут вроде как не к месту. Я замечаю, в жизни мы, конечно, намного более сильные духом, чем здоровые люди. Но это компенсация за недуги. К сожалению, от беды никто не застрахован. И как-то не ужасно, в подобной ситуации может оказаться каждый. И хотя бы поэтому стоит быть более толерантным по отношению к людям с ограниченными возможностями. Ведь темы люди, люди со своими чувствами и переживаниями. Вы смотрели программу «Такие же». С вами был Павел Никитин. Встретимся через месяц. С вами был Павел Никитин. С вами был Павел Никитин.